Микс Ньюс Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Гость в студии, еще раз напомню, Витта Тиммермана Мора, новая глава Института Латвии. Также я слушателям поясню, чтобы не вводить в заблуждение, если будут вопросы, что такое Института Латвии. Это организация, это учреждение, которое было основано в 1998 году, и целью, и главная миссия этой организации способствовать положительному международному, международной узнаваемости Латвии. Да, правильно? Это такая имиджевая, абсолютная история. Да, это так. И вот госпожа Тиммермана Мора уже с июля месяца, почти, с прошлого месяца, да, то есть, занимает должность главы этой организации по назначению министра иностранных дел Эдгар Инкевича. Да. Ну, расскажите, пожалуйста, как прошло ваше освоение на этом посту, да, как, я так понимаю, что вы до этого были советником проектной группы по стратегической коммуникации Министерства иностранных дел, да, а также работали и в посольстве в Бельгии, да, в посольстве Латвии, да, в посольстве Латвии, и работали в представительстве ЮНЕСКО. Да. То есть, у вас такая многолетняя история дипломата, да, а сейчас вы возглавили институт Латвии. Да, ну, если можно сказать так, это звучит, может быть, уже точно много, но я уже 20 лет работаю в дипломатическом, таком, я дипломатии в Министерстве иностранных дел, и, да, я могу сказать, что я уже в начале, я с 2000 года работала в Париже, 4 года, и там я уже начала заниматься, могу сказать, тем, чем я занимаюсь сейчас, и, ну, вот есть такой термин, публичная дипломатия, если я правильно произношу, и я могу сказать, что для Латвии это было такое новое дело, было, но в 2005 году был такой первый культурный сезон во Франции, это на Антлетонии, я не знаю, как сюрпризинг Латвия, удивляющее, удивляющее, удивляющее Латвию, да, ну, это был такой мой большой проект, и потом сразу был тоже в 2007 году была весна Франции, здесь в Латвии, это тоже мой проект. Но я так понимаю, что вы популяризовали Латвию именно во Франции, да? Ну, это не, да, вот в этих проектах это была Латвия во Франции, и Франция в Латвии в 2007 году, но я могу сказать, что я очень много научилась от французов, потому что они как-то очень развиты в этом плане, у них было такие очень строгие правила, как надо делать коммуникацию, что коммуникация очень важная, без коммуникации нет вообще ничего, и одно дело, что я тоже научилась насчет журналистов, что, например, в сайте нельзя ставить информацию, которая неверная, только проверенная информация, точные даты, точные места, точная информация, которую можно использовать, журналисты, чтобы потом не было никаких-то... Недопонимание. Да, и я могу сказать, что это было впервые тоже для Латвии, потому что мы как-то никогда не говорили о таких каких-то ценностях, что надо доверить, надо проверить информацию, чтобы журналисты могли спокойно работать. А я прошу прощения, а как тогда, да, эта информация публиковалась? Ну... Давайте напишем что-нибудь, но проверять это не будем или как? Ну вот именно, да, вот мы поставили, а потом информация поменялась, и никто там даже не обратил внимания, что это поменялось, но можно, может быть, и сейчас мы можем найти такую информацию, но для меня это было очень важно, потому что я как-то, я была, я ответила за эти все вопросы, за всю программу, и мне как-то казалось, что это очень важно, чтобы это было как-то... Актуально, наверное. Актуально. То есть мы сейчас говорим не о том, что была опубликована информация, которая какая-то неверная. Вот именно, да. Скорее, скорее это была информация, которая усыревала, и надо было дополнять. Но я сейчас, почему я говорю, потому что я сейчас тоже как-то иногда вижу такую информацию, которую просто мы забывали, что мы такую поставили, и потом она неверная. И кто-то читает, например, за рубежом, читает эту информацию, она неверная. Но не в этом ли заключается одна из основных функций Института Латвии контролировать такие вещи, или чем-то вы очень другим сильно заняты? Вы сказали, что вы сейчас занимаетесь, по сути, тем же, чем занимались на должностях советника, представителя ЮНЕСКО. Чем вы занимаетесь на должности главы Латвийского института? Что входит в ваши обязанности? Ну, может быть, я как-то продолжу этот наш уже разговор, потому что то, что, например, мы сделали, ну, это не требовало много времени, но как-то... Потому что у меня очень много знакомых, потому что у меня музыкальное образование, я тоже... Вы профессиональный музыкант, да? Да, да, да. Я тоже учила социальную работу, музыкотерапию, конечно, иностранные дела, но сейчас как-то многие люди, и это очень хорошо, они как-то, когда увидели что-то, это не так, как, например, там, в Википедии, они мне посылают смс и говорят, может быть, вы можете поменять. Например, латвийский гимн в этой Латвии, оказывается, в Википедии было неправильно, там две такты, два такта не было правильных. Что именно? С точки зрения музыкального оформления? Да, да. Ноты или... Ну, я не знаю, как это там появилось, и мы просто это исправляли, потому что я тоже, я как раз открывала эту... Статью в Википедии, да? Сайт, да, и как раз там, да, там, потому что есть... Тур-латвью-мейтэс-дэд, а там было... Тур-латвью-мейтэс-дэд, тур-латвью-дэлэддэд. Наоборот, на повышение, да? Да, ну, как-то неправильно. Тут не ловкий момент, когда ты чувствуешь себя не в своей тарелке. Я вообще разницы не видела. Нет, ну, просто я это знаю, я сразу вижу этого, может быть, многие тоже... Хорошо, я знаю, что, допустим, править любую статью на Википедии не всегда возможно, там мало того, что надо авторизоваться, еще на проверку идет, и он не дает... Как вы это делаете? Вот именно. Тем более, это такт. Нет, мы показывали эти два такта, послали в Википедию и потребовали поменять. Когда это было, в каком году? Сейчас, две недели назад. То есть все это время на Википедии? Ну, нет, да, все это время, может быть, да, я просто не пользовалась Википедией для гимна. А кто вам подсказал на ошибку? Мой давний коллега Алданс. Ну, то есть это человек непосредственно связанный... Да, 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 потому что он сказал, что у него друг начал петь это, хотел петь гимн Латвии, и он пел неправильно. И он мне пишет, я сразу, я ездила в автобусе, я смотрю в телефоне, да, это неправильно. Я говорю, как раз вот эти два такта, но еще они поменяли один такт. А потом мы должны были потребовать еще второй. Да, я поняла. Ну, просто, чтобы вы поняли, какие маленькие, какие мелочи могут вообще... Ну, исказать представление, да. Вот именно, да. Новая глава Латвийского института Вита Тиммермана Мора, 672-12-939, 672-13-939. Звоните нам, задавайте вопросы, пишите нам в WhatsApp 2061-91. По поводу Института Латвии. Это самое-самое-самое маленькое государственное учреждение. Штат, я так понимаю, всего из четырех человек стоит, и сейчас только двое, да, в нем работают? Ну, нельзя так сказать, сейчас мы уже четыре. То есть уже укомплектован, да? Ну, нет, я пришла уже, там было двое, и я третья. И сейчас мы с первого августа тоже у нас работает одна очень талантливая тоже журналистка, которая будет заниматься с проектами столетия, потому что у нас еще идет столетие Латвии до 21-го года. И там, например, сейчас мы тоже, сегодня как раз выходит тизер, и потом будет выйти видео для «Балтийский путь». «Балтийский путь», да. «Балтийский путь». Ну, я могу сказать, это будет такое видео, которое не… Не по историю. Не по историю, но вот как там, это хаштаг, это акт «Балтийский путь», это делай как «Балтийский путь». Я читала анонтацию, что абсолютно мирным путем, мирная акция, можно добиться своей цели. Да, ну, это идея, что если это получилось, если мы 30 лет назад могли получить то, что мы хотели 50 лет, а почему не получить другое, просто этим же самым таким образом. А вот несмотря на то, что Институт Латвии маленькая очень организация, к вам прислушиваются, у вас есть авторитет, или вам приходится как-то отвоевывать свое место под солнцем? Ну, вообще-то это вам судить, если авторитет, но я думаю, что мы… Одно очень хорошее дело, и может быть, с одной стороны, это то, что мы, Латвийский институт, такая маленькая организация, учреждение, то, что это дано больше воли всем жителям Латвии, потому что, если вы поговорите на улице, каждый чувствует немножко ответственный, как Латвию видит за рубежом. Это так интересно, потому что я работала, много всяких международных проектов, и я могу сказать, что это такая особенность Латвии, что каждый здесь, мы как-то чувствуем, что это очень важно, как о нас думает за рубежом. Это то, что мы можем делать, мы просто прислушиваемся к нашим жителям и просто даем это тоже, говорим это. Мы говорили за эфиром, вот как раз о языках, о знаниях языков. Сколько языков вы знаете? Ну, как сказать, знать это… Ну, я думаю, что если я знаю, значит, я свободно говорю. Ну, конечно, латвийский – это мой родной язык. Французский, русский? Французский. Не подсказывай, подожди. Французский, да, как-то получилось, что французский сейчас как-то мой второй язык. Тоже английский, конечно, русский, потому что я как-то в школе учила, но об этом тоже есть такая история о русском языке. Но немецкий, потому что это был мой первый такой иностранный язык, как мы говорили во времени, потому что я закончила консерваторию в своё время с немецким языком. И сейчас, да, я начинаю выучить, учить арабский. Да, мы говорили за эфиром, что очень сложно сразу вспомнить, потому что мы уже полгода не практиковали. Но приезжал вот посол Арабских Эмиратов. Как вы тогда общались? Ну, это было… Она просто пришла к нам в министерство и спрашивала. Ну, это было как-то такое, ну, очень… Для неё, конечно, она потом писала эти все доклады, что здесь в Латвии изучают арабский язык. Но как-то это было… У нас были такие фразы, которые мы выучили. Сейчас я могу сказать… Я уже забыла, это было пять месяцев назад, может быть. Но это было… Вообще-то так было интересно, потому что как-то ты начинаешь говорить по-арабски. Конечно, это ненормально… Ну, как это ненормально говорить? Это просто какие-то фразы выучил и говоришь. Но я думаю, что вообще-то совсем такой новый мир, потому что, конечно, это все альфавит и мышление. Там совсем другие эти буквы. Там арабская вязь, да, да, да. Ну, я просто… Почему я это решила учить? Это тоже началось во Франции, в ЮНЕСКО. Когда Латвия… Мы сидели рядом, например, с Либан. Либан был и Лайсота, потому что альфавит. Ну, и во Франции очень много арабов. Ну, да. Но вот это в ЮНЕСКО, там один из шесть языков наций – это арабский. Но когда мы там, какие-то европейская группа, мы должны были какие-то документы там согласовать, и они все могли понимать то, что мы говорили, или на английском, или на французском. А они, когда рядом, у них там документы стояли… И вы ничего не понимаете. Ничего. Я чувствовала себя как анальфабет. Я как-то решила… Тоже, да, у меня такая очень близкая семья в Марокке. Марокко. Марокко, да. И я туда очень часто езжу, и я ничего не поняла, что там написано. Да я просто хожу… Кроме цифр ничего не понятно. Даже ни цифр, там не было цифр. Ну, если на машине выбирали, то они были прописаны. Ну, нет, ну, тоже там… Ну, это было так неприятно, я могу сказать, что я ничего не понимаю. И я как-то решила, нет, я буду… Чтобы я могла… Сейчас я могу… А, это в этот город, это в этот город. Вот уже мы едем. Я могу прочитать. А вы сказали, у вас ещё есть какая-то в запасе история, связанная с русским языком. Да, потому что я тоже учила русский язык, как, ну, как все в школе. Я родилась в Кулдике, но мы потом переехали в Тукумс. Но я могу сказать, в Тукумсе был городок, это такой военный городок, но мы никогда не встретились с этими… Военнослужащие. Да, вот как-то совсем отдельно. И я могла… У меня были очень хорошие оценки на русском языке, но я не могла говорить. Я всё поняла, как собака. Но сказать ничего не могу, да? Да, ну, я, конечно, я тоже учила там, например, там Данко и всё. Но я, например, я не знала, как ставить эти удары. Ударения, да. Ударения, вот как. Ничего страшного. Ну, есть у нас такое, такое тоже… Потому что я выучила там, и Данко упал, и я сказал «юньор». «Юньор». Потому что я не знала, как просто это всё в речи делать. Разучить, да. Но потом я влюбилась в одного человека в Москве, и он был такой солист, оркестр, и я как-то так… Ну, и он меня научил говорить по-русски. Вот он, я заболела с глазом, и он как-то выходил со мной к врачам, и я говорила на моём русском, и он делал… Исправлялась. Переводил. Переводил мой русский для… Для остальных русских. Вот что любовь творит. Да. Я могу сказать, если хотите говорить на каком-то языке… Влюбитесь в представитель этого. Потому что вы начинаете говорить на этом языке. Мысленно. По поводу… Если вернуться к Латвийскому институту и его обсуждению, всё-таки думается, что делать дальше с этой организацией. Министр иностранных дел, Эдгай Макевич, сейчас выступил с заявлением, даже доклад целый подготовил о реорганизации института. И более того, он хочет укрепить даже его автономию, расширить финансирование. И есть обратная сторона этого конфликта. Госконтроль ещё в 2017 году сделал заключение, ревизию, по итогам которой назвал 17 учреждений, госучреждений в Латвии, которые можно реорганизовать и даже ликвидировать. За счёт того, что непонятно, цитата, чем они занимаются, какую ведут деятельность. И можно их деятельность просто передать в другие ведомства, допустим. И судьба, в том числе и Латвийский университет могла перейти и под ведение Министерства экономики, как обсуждалось. Вы сейчас находите в ведении Министерства иностранных дел. Ваша позиция как главы Латвийского института. Где остаться, во-первых, кто должен курировать Латвийский институт? И что вы думаете о, в том числе, заключении госконтроля и главы канцелярии Яниса Цитковскиса, который тоже придерживается этой точки зрения? Да, я могу сказать, что перед этим, как я начала работать в Латвийском институте, я, конечно, очень скрупулёзно прочитала этот документ от государственного контроля. И я могу сказать, что я вообще-то хотела бы, если мы говорим, тогда точно мы знаем, о чём мы говорим, потому что в этом документе они смотрели, конечно, по функциям, но тоже надо смотреть то, что мы, например, делаем, вот это дела наши и администрацию. С одним я могу полностью согласоваться, что, например, делать там грамотные, как это, бухгалтерию для четырёх работников, это вообще глупость. Или, например, там конкурс, чтобы покупать что-то такое делать. Ну, какой-то грант, да. Да, но это вообще-то точно немножко как-то странно, да. Но то, что Латвийский институт делает, это, я могу сказать, что у меня первый, не последний, это во всех странах это делается. Ну да, и штаты укомплектованы тысячу человек. Конечно, например, это был сделан, Латвийский институт был основан в 98-м году по шведскому примеру. Но сейчас в шведском институте работает 140 работников, и там 4 департамента, а мы ещё остались в прежнем и даже уменьшались. Значит, то, что надо делать, это, например, одну половину, я могу сказать, что то, что делает шведский институт в Швеции, мы делали Министерство иностранных дел, потому что дела, от этого меньше не становится, что там нету работников. Ну, почему-то действительно нельзя выделить, просто создать какой-то департамент, комитет при Министерстве иностранных дел и организовать это учреждение, чтобы оно было... Потому что, если это делает Министерство иностранных дел, это немножко по-другому звучит. Если делает Министерство иностранных дел, если мы делаем, министерство, например, делает истории, это невероятно. Это мы не можем сказать, что это точно, как я начала говорить для журналистов, что это как вероятно. Но это просто, это как сказать, это идеология, если мы делаем из министерства иностранных дел. То есть там же какая-то политическая подоплевка содержит. Да, вот именно. То есть всегда будет какой-то политический, как сказать, план какой-то. Вот именно. И поэтому сейчас есть такая тенденция делать эти институции независимые. Чтобы это было как это, можно сказать, но это не то, что статус автономный, но то, что мы можем делать все эти дела, которые мы делаем, там нет этого политического. Независимости от выборов, депутатов, все им, правительства. Вот именно, да. Да, но это тоже, например, институт, если вы посмотрите здесь во всем мире, есть такие, это бренд такой институт, например, французский институт. Если вы помните, раньше это был французский культурный центр. Да. А можно же создать хорошо такой же культурный центр, допустим, в рамках латвийского агентства. А вы сами неоднократно говорили, что... Да, 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 вот именно. Латвийский институт, прежде всего, это культура. Ну, я бы сказала, что культура, это наш какой-то такой, вот не знаю, теряюсь, такой несейс, который вот такой, не инструмент, вот несущая такая платформа, куда мы можем поставить другие вот эти наши интересы. Потому что у нас культура, мы же все видим, что если что, тогда мы говорим о культуре, если что-то надо рассказывать о Латвии, мы как-то начинаем с культурой, как-то натурально, да. Но, например, в Министерстве экономики это тоже министерство. Хорошо. Есть еще вариант латвийское агентство инвестиций и развития. Ну, это под Министерством экономики. Если вы посмотрите, Латвийский институт, как вот эта институция, она тоже, той же статус, как Латвийский институт. То есть вы ратуете за такое вот автономное сохранение только для того, чтобы действительно быть политически независимыми? Ну, я бы, это очень строго сказано, да, потому что мы всегда государство. Но вы тоже вычеркнули абсурдность этих там четырех человек. Значит, вы говорите о расширении штата. Да. Ну, расширение штата, это, во-первых, я говорю об этих работах и администрации. Сказать, это контент или содержание и администрация. Потому что сейчас я могу сказать у нас, спасибо министерству, мы очень, они очень такие отзывчивые, мы делаем бухгалтерию с министерством, мы говорим о персонала, например, там вся эта документация о персонале, это министерство, которое нам помогает, чтобы не держать одного человека для четырех человек, работников. Но, например, то, что мы делаем, да, я вижу, это намного шире, потому что то, что латвийские... Сейчас есть маркетинг для продуктов и сервисов. Ну, например, агентство инвестиций занимается этим. Да. Но никто сейчас не занимается, ну, никто, я утрирую, но, например, если мы говорим о ценностях латвийского государства или об интересах латвийского государства, тогда всегда, например, мы говорим о маркетинге, но это очень узкая ниша. Это так говорят? Да, да, конечно, конечно. И то, что есть, если мы говорим об информации, вот эти все уровни информации, вы тоже, наверное, очень хорошо знаете, есть такая информация А, Б, С, когда вот первое, что вы даете один параграф информации, чтобы заинтересовать. Ну да, в жатом сконцентрированном. Да, вот именно. Вот это теория просто. И то, что вот эти все нишевые, такие, как говорится, не хватает вот этого информации А, А, Латвии. Вот они все ждут этой информации, говорят, дайте нам что-то такое, что мы можем добавить этой информации, которая уже у нас есть. И, конечно, это Латвийский институт должен этого делать. Наденьте, пожалуйста, наушники. Давайте мы начнем принимать звонки. Я напомню, у нас в гостях глава Латвийского института Вита Тиммермана Мора. Доброе утро. Как вас зовут? Мы вас слушаем. Доброе утро. Владимир звонит. Да, пожалуйста. Будьте любезны, ответить на вопросы, госпожа, видит ли она разницу между понятием страна и государства? Если видит эту разницу, то какую, значит, именно, и что она говорит о Латвии как о стране, и что она говорит о Латвии как о государстве? И второй вопрос у меня, как она объясняет, как вы объясняете, госпожа, необходимость введения института негражданства в Латвии? Я догадываюсь, что не один раз вам приходилось на этот вопрос отвечать. Спасибо, пожалуйста. Спасибо вам за вопрос. Давайте, может быть, по порядку, по поводу различий страны и государства. Во-первых, разделяете ли вы эти два понятия? В латышском языке валстс и валстс, в русском языке все-таки страна и государство. Вам ясна разница, да? Спасибо, Владимир, за этот вопрос, потому что вы просто заставили меня задуматься об этом. Ну, я не уверена, что я точно понимаю вот эту разницу на русском языке, но я могу сказать, что мы сейчас празднуем столетие латвийского государства, если я так понимаю. Я смотрю на... Нет, может быть, с точки зрения языка я поясню, да. Когда мы говорим страна, мы подразумеваем ту землю, территорию тех людей, в которых мы живем. Когда мы говорим государство, скорее всего, я попытаюсь ответить за слушателя, предположить, что он имел в виду, мы подразумеваем ту систему, то правовое государство, то правительство, которое у нас существует, тот уклад жизни, все-таки это какие-то правовые отношения. Поэтому страна олицетворяет собой, может быть, землю жителей, государство, все-таки, какой-то сложившийся устрой и взаимоотношения в этой стране. Спасибо, это вот мой день уже случился, потому что я узнала это точно такую разницу, потому что, может быть, я чувствовала это, но я тогда говорю о государстве, потому что, да, мы говорим, что латвийское государство празднует свое столетие, потому что это основалось сто лет назад, и мы говорим о сто лет государства. Это всегда, это тоже такой топик, о чем мы говорим, потому что это было, было время, когда это было только де-факто, потом это было де-факто де-юре, потом это было только де-юре, и потом, сейчас уже 30 лет, почти 30 лет, это де-факто де-юре. И это означает точно государство, потому что, конечно, здесь страна, как территория и люди, это уже не только сто лет здесь. И, может быть, это точно, спасибо вам за этот вопрос, Владимир, точно, это такой хороший, хороший топик, о чем говорить тоже от латвийского института. Если мы подходим к второму вопросу. Об существующем институте не граждан. Да, но я могу сказать, что это впервые у меня такой вопрос, потому что, может быть, я только месяц здесь на этом посту, и, как это, посту или посте? Должность на посту, да. Я точно начала думать, что пост это тоже другой. Все правильно, все правильно. А что вы, как-то я даже, может быть, не слышала такой вообще термин. Институт не граждан, условно, вы знаете, в Латвии есть... Ну, конечно, я знаю, да. Вот, соответственно, как вы относитесь к наличию вообще в современном латвийском государстве, которое обрело независимость, и люди, которые здесь жили и родились на этой земле, не являются гражданами этой страны. И более того, эта тенденция продолжается, еще нет у нас автоматического присвоения пока гражданства, и, соответственно, мы плодим таких людей, как это от оголоски вот той страны, которой уже нету, и эти люди чувствуют себя отвергнутыми. Да, да, я как-то уже спешу, спешу говорить, потому что я лично считаю, что это уже как-то это дело 20 века. Мы сейчас живем в 21 веке, это как жить без интернета. Я думаю, что это как-то исчезнет, я точно думаю, но это должно исчезнуть, потому что каждый, который здесь рождается, он здесь, он родился здесь, значит, он родился в этом государстве и не в стране. Это может быть, мы можем уже продолжать эту первую тему. И я думаю, что это точно дело государства и не страны. то есть вы относитесь к этому как к пережитку прошлого, от которого надо как-то да, может быть, мы можем, я понимаю, почему это было, как это было решено, потому что это был такой внутренний страх, такой неуверенность в себе, я могу сказать, да, вот такой, но сейчас это какой-то транзитный период, но сейчас, я думаю, мы живем, уже 20-й год будет. Знаете, в этой студии на вашем месте сидел ректор РТУ недавно и комментируя другие законы, принятые в Латвии, ну, можно в том числе и сказать закон о негражданах, он говорил, что в Латвии есть привычка все время излишне перестраховываться. Вот, и, как вы говорите, страх вы, наверное, имеете в виду, там, допустим, при независимости Латвии, что действительно будет какая-то группа ополченцев, которые там, вот, можете ли вы Да, да, я понимаю, что вы, я думаю, что я понимаю, что вы меня спрашиваете. Я просто хотела бы посмотреть немножко глубже, потому что, конечно, это такой страх, но это неуверенность в том, что это можно продолжаться, например, если есть такое государство обновлялось, что это можно продолжаться при каких-то очень демократичных условиях, но я понимаю, этот страх тоже, если всем, как раньше было, если все будут граждане, значит, они будут голосовать, и значит, демократически они могут голосовать за, например, там, другое государство. Я просто, ну, просто я понимаю этого, но я думаю, сейчас мы уже самоуверены, мы должны быть самоуверены, потому что мы достигли так много за этих 30 лет, что мы можем быть самоуверены, но просто тоже, я думаю, что вот эти люди, которые здесь живут, они же тоже, ну, как, они здесь живут, они живут тоже, тот же, как-то, те же мероприятия, которые, например, я живу, я была, участвовала в прошлом году в этом празднике песни, там было всякие, говорили, я слышала всяких, там, языки разные, и я думаю, если, например, там, французы приезжают, чтобы участвовать здесь, они поют на латышском, и тоже русские, которые живут здесь, они тоже поют на латышском, они же, ну, это наш язык, вместе мы его употребляем. Давайте мы примем еще один звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. Сделайте, пожалуйста, радиоприемник, подише. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вот вопрос, да, три человека, шноры, цедлонекс и кронтова, да, вот все они написали в интернете, да, такие вещи, там, про русские левши, да, это шноры, цедлонекс, это русские, это генетическое отклонение, кронтовое предложило вообще избавиться, да, от русских. СГБ, латвый, ответил, это все хорошо, все нормально, не возгудило уголовное дело, да, генеральная прокуратура тоже, и переоспорить это нельзя, а если русский, так выскажется, либо тюремный срок, либо принудительные работы, ну, либо штраф, это минимум, это нормально, если это не нормально, то скажите, как с этим бороться? Я, может быть, уточню, да, дело в том, что некоторые депутаты Сейма и некоторые известные в Латвии люди, в том числе бывшие радиоведущие на латвийском радио высказывались и позволяли себе, как мне кажется, довольно дискредитирующие вещи в адрес русскоязычного населения, в частности, сравнивали русских, живущих здесь, с ВОШ-ю, да, говорили о том, что всех надо отправить чемодан-вокзал России, ну, и прочее, прочее, ну, если тезисно, да, посыл такой, вот, и слушатель пояснил, что все возбужденные эти люди, правозащитники, обращались с исками, заявления писали в службу госбезопасности, чтобы рассмотрели заявления этих людей, что они оскорбляют население Латвии, в том числе, нас меньшинства, но все заявления были отвергнуты, в свою очередь, слушатель указал, что когда, допустим, наоборот, ситуация, и русскоязычная часть населения, то службы госбезопасности сразу возбуждают уголовное дело. Ну, мне просто тяжело комментировать, потому что, во-первых, я точно не читала сама эти объявления, но я просто думаю, что, ну, мне становится грустно или как больно, больно, потому что это как-то, если мы говорим в школе тогда, если вот одноклассники, они как-то начинают друг друга обижать или как-то такие вещи говорить, что они знают, что это будет больно, это специально, я не знаю это случая, но я просто думаю, что если мы взрослые люди, тогда мы должны просто думать, то, как наши поведения будут откликаться на других, ну, это как в семье тоже, мы должны думать то, что мы говорим, и вообще-то, ну, я считаю, что любовь, это когда мы делаем, мы думаем, как другое чувствовать себя, и я просто могу, я знаю о себе, что я не хотела бы делать такие заявления, от которых кому-то было очень больно, и я просто, я могу сказать, мне жалко, что это, вы так чувствуете, потому что кто-то так сказал, и если вы это берете так персонально, тем более, это просто, ну, я могу сказать, может быть, не надо, так сказать, брать в голову, такие, ну, просто, не так лично брать, потому что это, как говорится, это делает плохо, если так, можно сказать, но мне просто персонально это больно, если вы так говорите, я слушаю ваш голос, это, это, только с болью вы говорите. Мы это, переведу немножко тему на более позитивную, в социальных сетях очень часто ходят такие флешмобы, когда свою страну, например, можно описать тремя словами, вот какими бы тремя словами вы описали, то есть, этой культуры, еда, все что угодно может быть, какие три слова для вас являются точной ассоциацией с Латвией? Это интересно, это... У меня, знаете, что было? У меня был творог, селедка, и я забыла, что еще, что-то еще было? А, у меня хлеб, черный хлеб, так, у меня гимн латвийский, потому что я, когда была, например, в Париже, я впервые как-то почувствовала, что это точно мой гимн. Я как могу плакать всегда. Я не думаю, что вы описывали для иностранца, да? Да, иностранца. Третье что? Да, третье что? Третье... Это вот такой запах леса. Хвои? Да. Здесь в Латвии, когда выходишь из самолета, сразу чувствуешь, вот ты приехал в Латвию, потому что я много, как я говорила, очень много езжу, и я всегда чувствую вот этот запах. И в Риге, когда выходишь прямо из самолета, не в аэропорт, но просто из самолета, вот чувствуешь это воздух, такой запах Латвии, который, я просто думаю, это нигде такого нет. Вы позиционируете Латвию, в том числе, и за рубежом. Вот ваша задача представить ее вот какой? Вот вы, например, были дни Латвии во Франции, да, например, приезжает там, допустим, посол Арабских Эмиратов и так далее, вы выезжаете за рубеж куда-то, и вы везде презентуете нашу страну. Вот в каком виде вы хотите, чтобы люди ее воспринимали? Какой она должна быть? Тогда мне как-то очень понравилось это государство и страна, потому что мы как-то всегда больше говорим о стране, когда выезжаем, мы не говорим о государстве, но я бы хотела, значит, что мы все правильно выловили, да, да. Но я бы хотела, чтобы мы могли, как это, быть горды тем и страной, и государством. И, может быть, такая наша задача увидеть то, что делается в хорошем плане в государстве тоже, что мы, у нас есть всякие, мы можем многое здесь начать и продолжить, и у каждого вообще-то есть какие-то возможности, как он может себя как-то развивать. Реализовывать. Да, вот именно. Вот по поводу развития и реализации у вас Виталий спрашивает, интересуется вашим личным мнением, что вам нравится, а что вам не нравится в социально-экономическом смысле. Латвии. Ну, это так уже по-большому. Это уже в государстве. Да, в государстве. Ну, я думаю, что, да, вообще-то я как раз в последнее время мы говорили о том, что, может быть, вначале мы были незаконно послушны, а сейчас мы все какие-то глупости делаем, вот как говорится, там так написано, поэтому мы и делаем такие глупости. Потому что законы делаются людьми. Если закон сделан людьми, значит, люди могут его менять. Если есть какие-то глупости, и время меняется, может быть, то, что было хорошо 10 лет назад, сейчас надо менять. Потому что время идет, и все развивается. И это, я просто думаю, что здесь, в Латвии, мы будем этого делать. Есть какие-то уже социальные, например, платформы, где жители могут уже сами говорить, что надо менять. Но я думаю, что это будет, это придет. По поводу непосредственно ваших действий в должности главы Латвийского института, как вы собираетесь популяризировать Латвию? Что вы будете при этом делать, чтобы даже жители самых маленьких стран и самых дальних континентов знали, по крайней мере, не путали Латвию с Литвой? Я так понимаю, в этом и состоит в том числе ваша цель. Да, но я просто не думаю, надо найти вот эти, как мерки аудитории. Целевая аудитория. Да, целевые аудитории. Если, я как-то не подумала, что у нас целевые аудитории, вот как раз маленькие страны, чтобы они знали о Латвии. Я больше говорю о людях. Мы должны, может быть, говорить не о государствах и странах, чтобы они знали, но чтобы люди знали. И, может быть, это наша цель делать то, чтобы люди выбирали Латвию или продукты Латвии. Да, но вот как это делалось? Предыдущая глава господа Розенберга, которая покинула должность и сейчас является советником президента, они занимались выпуском различных видео, открыток, в том числе. Вот есть у вас какие-то такие, вы сейчас говорили о фильме? Да, видео. Это видео, простите. Ну, просто надо понимать, что вот это маркетинг, это нормальные инструменты маркетинга. И если мы говорим тогда, или там, например, сейчас тоже маркетинг, я тоже занимаюсь маркетингом, но вот это видео и статьи, и то же самое, они инструменты маркетинга. Но есть две такие большие поля, можно сказать, или это виртуальная среда, можно так сказать, и реальная среда. И в виртуальной среде это вся информация, которая, это контент, или как контент? Содержание. Содержание, которое мы просто пользуемся в различных видах. Это видео, один вид информации. И есть реальная жизнь, реальные мероприятия, которые просто происходят. Один без другого никак, одному без другого никак не жить. То, что мы будем заниматься содержанием виртуальной среде, и будем заниматься мероприятиями тоже. Как мы уже говорили, там, латвийские дни, или... Вы рассматриваете какие-нибудь такие необычные провокационные подходы? Не знаю, знаете ли вы или нет, дело в том, что Литва, Вильнюс, они запустили потрясающую компанию, на мой взгляд, именно с точки зрения маркетинга, которая облетела весь мир. А Вильнюсе буквально узнали все, даже Джимми Фелл, он в своем вечернем шоу посвятил этому выпуску какую-то часть своего эфира. И реклама стояла, слоган Вильнюса сравнили с точкой G и сказали, никто не знает где это, Вильнюс это точка G Европы, никто не знает где это, но когда находит это великолепно. И все назвали это гениальным ходом, действительно, эту рекламу знают практически везде, и таким образом незамысловатым, абсолютно простым. То есть минимум финансов, я имею ввиду просто вот креатив какой-то и нужный посыл и облетела всю планету. Слоган становится таким вирусным. То есть вот не какими-то стандартными я имею ввиду решениями поляризировать нашу страну, а вот что-то такое современное, смелое, вот в этом ключе, какое-то обновление. Спасибо, что вы просто об этом говорите, потому что это не Латвийский институт делает, а, например, есть какие-то люди, которые очень креативные, и у них есть идея они реализировать. И то, что я не уверена, что это делалось с этим институтом Литвии или министерством культуры. Там государственные какие-то туристические агентства этим занимались, продвижением. Да, но это была идея от кого-то, которая пришла. И я тоже знаю, что сейчас уже к нам приходят люди с идеями, и мы будем их развивать, потому что нельзя ожидать одного, например, одного института, что он сейчас будет гениально что-то делать. Но я хотела бы сказать, что это была такая компания. Да, компания, рекламная компания, она уходит, но должно быть вот такое, как зонтик какой-то вот такой, под которым может произойти вот такие компании. Да, нам на этом пора заканчивать. Новая глава Латвийского института была у нас в гостях. Сегодня Вита Темермана Моура. Спасибо большое, мы продолжим с обзором прессы. Спасибо вам.